Спасибо большое за предоставленное слово. Коротко поговорим про антивитальные переживания онкологических больных. Антивитальные переживания встречаются у онкологических пациентов довольно часто, в основном на этапе диагностики, после окончания хирургического лечения и после окончания противоопухольного лечения. Обычно под антивитальными переживаниями понимают обратимые предсуицидные реакции, которые проявляются в размышлениях об утрате ценности жизни, чувствах беспомощности, реакциях изоляции или эмоциональной подавленности. Как известно, антивитальные переживания являются предсуицидным этапом и характеризуются некоторым формированием представления о смерти, переоценкой ценностей и, по сути, имеют две стороны. Во-первых, это процесс переживания трудной жизненной ситуации и форма экзистенциального кризиса, потому что антивитальные переживания сопровождаются переоценкой ценностей, переоценкой приоритетов, выстраиванием понимания нового образа жизни. То есть предуготавливают к некоторым изменениям на фоне получаемого лечения и дальнейшей жизни. С другой стороны, они, конечно же, приводят к риску нарушения приверженности лечению и манифестации суицидных тенденций. В связи с этим антивитальные переживания, имея такую неоднозначную природу и трактовку, все-таки необходимо выявлять и корректировать в том случае, если они уже переходят за рамки экзистенциального кризиса и сопровождаются депрессивными реакциями и становятся фактором риска для суицидных тенденций. Поэтому важно было выявить группу риска таких больных, выделить факторы риска, которые усугубляют или усиливают антивитальные переживания. И, собственно, динамику данных переживаний, поскольку нам действительно довольно сложно отграничивать какие-то нормальные переживания в рамках экзистенциального кризиса от депрессивных реакций с суицидными тенденциями. Было организовано исследование на базе медицин-онкологии имени Петрова, которое проводилось в течение двух лет, имело четыре этапа. На первом этапе проводился отбор пациентов с помощью психодиагностического обследования, шкал, который указан на слайде. В дальнейшем пациенты группировались в зависимости от тех реакций, которые у них были обнаружены, и в зависимости от выраженности антивитальных переживаний. И на основании полученных в исследовании данных формировались программы коррекции. На третьем этапе проводилась непосредственно коррекция. На четвертом этапе вновь было организовано обследование для оценки антивитальных переживаний эмоционального состояния больных. В исследовании приняло участие довольно большое количество пациентов. На их было 406. Больше половины выборки у нас были женщины. Стадия онкологического заболевания со второй по четвертую. И локализации представлены также на слайде. Большая часть пациентов у нас были пациенты с опухолями молочной железы. Все пациенты были среднего возраста, среднего возраста 49 лет. Критериями отбора было наличие первичной диагностированного злокачественного образования. Мы брали пациентов, у которых не было суициды или пара суицидов в анамнезе, как в личном, так и в семейном, и не было психических расстройств в анамнезе. Группа на основании полученных данных была сгруппирована на две подгруппы. Первая подгруппа с выраженными антивитальными переживаниями состоялась в 109 человек. И в основном представленность по нозологиям была опухоли желудочно-кишечного тракта, головы, шеи и легкого. Также это были пациенты на более поздних стадиях заболевания и более старшего возраста, чем пациенты подгруппы второй. Пациентов второй подгруппы было больше. Опухоли молочной железы, женско-репродуктивной системы, мочепловой системы и лимфы были представлены в данной подгруппе. Данные пациенты были моложе и находились на более ранних стадиях заболевания и имели лучший прогноз, чем пациенты первой подгруппы. При этом обследование показывало, что у пациентов первой подгруппы выражены реакции депрессии и реакции безнадежности по шкале БЭКа, а во второй подгруппе в более выраженной оказалась тревога, страх в связи с заболеванием, лечебными процедурами и дальнейшей жизнью. На основании клинико-диагностической беседы, проведенной с пациентами первой подгруппы, были выделены две группы факторов. Назогенные факторы и социально-личностные факторы. Среди назогенных факторов труднее всего переносился болевой синдром, утомляемость в подгруппе пациентов данной, поскольку с этими симптомами было довольно сложно справиться на фоне лечения, они сопровождали весь процесс лечения и значительно снижали, естественно, качество жизни и социально-ролевое функционирование. Среди социально-личностных факторов отмечалась утрата профессиональной деятельности, вынуждена изоляция в связи с длительным лечением, нахождением в стационаре разлук с семьей, с детьми и семантика болезни, то есть ее жизнеугрожающий характер. Во второй группе среди назогенных факторов выделялись побочные явления на фоне химиотерапии и косметические изменения, вызванные лечебными процедурами. Социально-личностными факторами были также утраты профессиональной деятельности, семантическая нагрузка болезни и разлука с близкими. Психологическая коррекция, которая осуществлялась на третьем этапе данного исследования, предполагала различные формы психологической коррекции. Были осуществлены индивидуальные встречи, групповые и семейные консультации. Соответственно, представлены на слайде режим и количество встреч, и основные мишени, которые были выделены на основании полученных в исследовании данных клиника диагностической беседы. Групповые встречи проводились в первой и второй подгруппе одновременно, разбивая подгруппы на 5-7 человек. По результатам проведённых исследований, по результатам психологической коррекции, было отмечено незначительное, но снижение безнадёжности, переживаний антивитальных в первой подгруппе до верхней границы нормативных значений, снижение депрессивных реакций ниже клинически значимых результатов. И в подгруппе второй по результатам коррекции приведённого исследования отмечалось также снижение тревоги. Отмечалось, что на протяжении лечения, на протяжении сотрудничества с пациентами периодами манифестировали депрессивные реакции, связанные с ухудшением соматического состояния и с утратой контроля над ситуацией болезни, невозможности повлиять на собственное состояние, как психическое, так и физическое. Таким образом, была выделена группа риска, как уже было озвучено, это пациенты старшего возраста с опухольми желудочно-кишечного тракта головы-шеи и лёгкого на поздних стадиях онкологического заболевания. Среди факторов риска отмечается боль, утомляемость, прогрессирование заболевания, трат социально-ролевого функционирования, представление о неизбежной смерти. Антивитальные тенденции, антивитальные переживания, которые выражались в размышлениях о ценности жизни, в попытках ответить на вопрос, стоит ли продолжать лечение, в переоценке приоритетов, в выстраивании какого-то нового, более удобного образа жизни для данных пациентов, были сопряжены с динамикой манифестации депрессивных реакций и сохранялись в течение полугода после окончания лечения. Среди факторов, которые снижали антивитальные переживания, отмечались то, на что может влиять клинический психолог в процессе своей работы. Это социально-ролевое функционирование, то есть те вопросы, которые сегодня были озвучены на предыдущей сессии, коммуникация внутри семьи, возвращение в профессию или частичное возвращение в себе профессиональных функций или смена деятельности, постепенное принятие нового образа жизни. Принятие косметических изменений и, соответственно, нового образа себя. Индивидуальные групповые формы КПТ, как показало исследование, которые были направлены на те факторы риска, которые подпадывались к клиническому психологу. Психообразовательные занятия и семейная терапия способствовали снижению антивитальных переживаний. Спасибо.